Я не только мое, это подтверждают научные оценки и расчеты, что для Украины сотрудничество, интеграция и быть полным членством в таможенном союзе и экономическом пространстве дают самые большие эффекты в торгово-экономической сфере. Это просчитано и на теоретическом уровне это уже доказано, как российской стороной, так и украинской стороной. Это однозначно. Кроме того, я хочу сказать, что мы раньше этим пространством уже были, нас просто разорвали. И потери для всех стран, как бы они политически не уступали, какие оценки не давали, катастрофические. Поэтому говорить, что это все хорошо, доказательств нет. И кроме того, мы деградировали и отброшены на многие годы назад, потому что при Советском Союзе в составе Украина занимала 10 место по ВВП в мире, а сегодня она занимает 53 место. Есть вопросы или нет? Так же самая Украина занимала приоритетные места по научно-техническому потенциалу, но снова же оговорюсь, в составе Советского Союза. То есть работали на общую задачу. Украина представляет очень громадную ценность, как для Запада, так и для Востока. Почему? Потому что такие глобальные вызовы, которыми является, например, продовольственная безопасность, то украинские черноземы при современных технологиях могут обеспечить продуктами питания где-то весь Европейский Союз, который сегодня составляет по 100 миллионов человек. Это очень важно. Но для этого, чтобы не деградировать, надо проведить эффективную торгово-экономическую политику. В мире некуда сегодня укладывать инвестиции и инновации, поверьте мне. А вот в Украину, в Российскую Федерацию, в других государствах Содружества есть возможность и есть потенциал для развития. Продолжение следует...